Онлайн-платежи и переводы – это легко и удобно, но при этом важно быть очень внимательным. Мошенники тоже освоили новые технологии. Эксперты напоминают, что сотрудники кредитных организаций никогда не просят сообщить им коды и пароли. Если вам звонят и просят сказать пин-код, три цифры на обороте вашей карты, CVC-код, либо сообщить секретный пароль из SMS-сообщения, положите трубку. Если вам поступил звонок и говорят о том, что ваша карта заблокирована, или по вашему счету проведена подозрительная операция, прервите данный разговор. Чтобы выяснить все подробности финансовой операции, в банк нужно позвонить по телефону, который необходимо посмотреть на официальном сайте финансовой организации. Лучше не перезванивать на тот номер, с которого вам поступил звонок, поскольку мошенники научились подделывать такие номера. Сотрудники Главного управления МВД по Нижегородской области и эксперты Центрального банка проанализировали, какие схемы активнее всего применяют злоумышленники, чтобы получить чужие деньги. Результатом работы стал совместный просветительский проект по противодействию финансовому мошенничеству. Были подготовлены наглядные советы, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы сохранить свои сбережения. Полиция просит прислушаться к рекомендациям и довести их до старшего поколения своих семей, друзей и знакомых. Преступники делают ставку на невнимательность и доверчивость людей. Поэтому элементарные правила кибербезопасности следует помнить и соблюдать всем без исключения. Если злоумышленникам все же удалось обмануть вас или ваших близких, обратитесь в правоохранительные органы. Елена Крискова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.